Олег Дмитриевич Барнаулов. О лечении фитотерапией. Интервью. О фитотерапии большинство из нас знает мало. Одни считают эту область медицины неким знахарством, подменяющим настоящие лекарства какими-то травками. Другие увлеченно коллекционируют рецепты травяных сборов из популярных изданий. Но что же такое настоящая фитотерапия и чем она сегодня может нам помочь? На эти и другие вопросы отвечает доктор медицинских наук, руководитель группы клинической и экспериментальной фитотерапии, ведущий научный сотрудник Института мозга человека имени Натальи Петровны Бехтеревой Олег Дмитриевич Барнаулов. Олег Дмитриевич, зачем растениям понадобились лекарственные свойства? Растения гораздо умнее, чем мы думаем. Они всеми способами стремятся расширить свой ареал, сохранить вид как таковой и увеличить его численность. Животные поедают растения вместе с семенами и разносят их с пометом на большие расстояния. То же самое делали и люди. Семена череды, лопуха, подорожника и прочее, цепляясь за шерсть, за одежду, путешествуют животным или человеком до новых мест своего произрастания. Растения не делают различий между животными и людьми, и всех, кто может участвовать в их распространении, держат в здравии и даже способствуют их размножению. Взаимозависимость растений и животных очевидна. Поэтому нам, врачам, нужно строить стратегию и тактику лечения человека, исходя из законов природы, а не пренебрегая ими. Из чего видно, что растения заинтересованы в нашем здоровье? Возьмем кукурузу, хлеб индейцев. Она росла только на американском континенте, а сегодня это доминирующий злак планеты. Кукуруза делает все для того, чтобы мы продолжали ее есть и выращивать. К тому же все части ее могут быть использованы с лечебной целью. Или сельдерей, родина его, Средиземноморье, но культивирует его по всему миру. В Древнем Риме это высокоэффективное лекарственное растение включалось в эротические напитки, потому что оно способствует продолжению рода человеческого. Только понимая, что использование растений является частью программы жизнеобеспечения на Земле, можно достичь успеха в медицине. О синтетических медикаментах такого не скажешь. Наше здоровье и размножение их не волнует. Откуда черпает фитотерапия свои знания и методы? Я 40 лет занимаюсь фитофармакологией и фитотерапией, а складывались они тысячелетиями. Особенно в традиционных медицинах Азии, Китай, Корея, Япония, Индия, Тибет, Вьетнам и другие. Настоящий фитотерапевт должен прежде всего усвоить опыт именно этих традиционных медицин, потому что там культура фитотерапии была, есть и всегда будет выше, чем у нас. Мы у них много чего переняли, например, иглорефлексотерапию. Но вот арсенал, лекарства, методы и принципы фитотерапии, а главное, успех, с которым они лечат, никак не удается ассимилировать. Тем не менее, только при использовании этих принципов, методов и арсенала у нас начинает что-то получаться. Фитотерапия должна стать элементом деятельности любого врача. В отличие от медикаментозной терапии, с которой я сотрудничаю, сам преподавал ее, фитотерапия позволяет назначать композиции лекарственных растений прицельно, с учетом пола, возраста, состояния пациента и многого другого, вплоть до сезона. Что, кроме фитотерапии, используется традиционной медициной? Наивно думать, что такую сложную систему, как человек, можно вылечить каким-то веществом. В джудши, основном трактате тибетской медицины, сказано, прежде чем щупать больного, поговори с ним. А это уже элементы психотерапии. Задача врача – приподнять пациента над любыми негативными внешними обстоятельствами, а также помочь ему понять, какие внутренние причины привели его к болезни. Я, например, обязательно спрашиваю школьников, и не только их, что они читают. Очень часто слышу в ответ «Я эту литературу ненавижу». Я записываю при нем крупными буквами. Литературу ненавидят. Спрашиваю, чем же перед вами провинилась литература? Но начинает протестовать родительница. А какое отношение к болячкам моего мальчика имеет его непричастность к литературе, музыке, живописи? Цитирует джудши. Основными причинами болезней являются страсти, гнев и невежество. Невежество – тоже причина болезни. Если бы мы обратили внимание на деградацию образования, искусство на замену морального кодекса о моральном, то предотвратили бы многие болезни. Вы работаете в Институте мозга человека Российской Академии Наук. Каковы основные темы ваших работ? Во-первых, рассеянный склероз. В этом направлении мы добились заметных результатов, воспрепятствовав инвалидизации сотен пациентов. Во-вторых, патологии мозговых сосудов, прединсультные и постинсультные состояния и т.д. Фитотерапия позволяет исключить повторные инсульты и предотвратить первичные у тех пациентов, у которых высока вероятность инсульта. У нас также защищена диссертация по фитотерапии больных ишемической болезнью сердца. При инсультах поражается мозг. При ишемической болезни – сердце. Локализация разная, а причина общая – атеросклероз. Это болезнь социальная, стрессы и прочее. Есть, конечно, фитотерапевтические методы, но нужно все-таки менять жизнь людей, чтобы они так повально не болели атеросклерозом, который признан убийцей номер один. Что в этом плане могут сделать врачи? Повысить сопротивляемость человека к повреждающим воздействиям, к стрессу. Целенаправленно использовать способность многих растений защищать, укреплять наши сосуды. Наконец, воздействовать на метаболизм человека. Ведь разные обмены жировой, белковый, углеводный разобщены только в нашем воспаленном воображении. Это метаболизм в целом. Лучшими корректорами нашего механизма являются растения. Какие, например, женьшень, элеутарококк, заманиха, оралия, лимонник, левзея, радиола. Это классические фитоадаптогены, но есть и другие. Фитоадаптогены работают многосторонне, способствуют воспроизведению потомства, препятствуют повышению содержания холестерина в крови, помогают при сахарном диабете, при заболеваниях щитовидной железы. При этом у них совершенно разный химический состав, что многих удивляет. Однако еще в 1950-х годах гениальным русским фармакологом Николаем Васильевичем Лазаревым и его школой была разработана теория состояния неспецифически повышенной сопротивляемости организма, СНПС, достигаемого в частности с помощью классических фитоадаптогенов и многих других растений, не сходных по составу. Теория СНПС организма – наше национальное достояние, и жаль, что многие врачи даже не знают о ее существовании. Если же обратиться к антимикробной активности растений, то оказывается, что они защищают не только себя, но и нас. С помощью фитотерапии, в частности, можно препятствовать распространению эпидемий и пандемий, в том числе и свиному гриппу. В Китае во время эпидемии неспецифической пневмонии, птичьего гриппа и т.д. вовсю применяли лекарственные растения. Ведь согласно теории Николая Васильевича Лазарева, повышение неспецифической сопротивляемости – это не повышение сопротивляемости какому-то отдельному вирусу или микробу, а круговая оборона. Например, под влиянием экстракта элеутарокока раза в три снижается заболеваемость гриппом на крупных предприятиях и в детских садиках. Что лучше применять – настойки или отвары? Поразительный факт. Экстракты растений, полученные с помощью органических растворителей, спиртов и т.д. содержат гораздо больше веществ растения, чем водные настои и отвары. Однако отвары эффективны. Органические вытяжки далеко не всегда. Самым физиологичным экстрагентом лекарственных растений является вода. Мы рекомендуем делать следующее. Берется 1-2-3 столовые ложки растительной композиции, подобранной нами для данного случая, и обычная эмалированная кастрюля без сколов. Сырье помещается в кастрюлю и заливается холодной водой. Если пациент пьет много, то литром, если мало – пол-литра. Желательно немного вымочить сырье, но никаких водяных бань. Затем быстро вскипятить, потомить на малом огне 5-7, максимум 10 минут и вместе с сырьем слить в термос, который надо периодически немножко встряхивать. Пить настолько теплым, насколько вы переносите. А как принимать? В традиционной медицине вы найдете и однократный прием, и трехкратный, но есть и такой – чем чаще, тем лучше. Это связано со временем открытия того или иного из 10 каналов, меридианов нашего организма. Каналы эти нашли не мы, а китайцы. Вместо того, чтобы делать 10 разных сборов для каждого канала, они надеются на избирательные возможности нашего замечательного организма и считают, что каждый канал выберет свое, важно ему предъявить. Правильность такого подхода подтверждена результативностью лечения. Вот и мы обычно рекомендуем пациентам, чем чаще, тем лучше. А общее количество на день у вас в термосе. Можно ли в крайнем случае пользоваться настойками? Да, мы иногда это рекомендуем, особенно если пациент далеко, и мы не можем ему подобрать, сделать сбор. Например, у человека рассеянный склероз, и ему абсолютно показан так называемый «коктейль адаптогенов». Я ему диктую все, что нужно слить из разных флаконов в одну склянку, включая пантокрин. А еще обычно прошу купить в аптеке мумио, но не растворять, а принимать пару таблеток по утрам. Это все вы рекомендуете при рассеянном склерозе? Не только. В спектр действия классических адаптогенов попадает множество заболеваний. Инсульты, прединсульты, гипотония, астения, гипотрофия, в том числе у новорожденных, и так далее. Но, конечно, лечение желательно проводить при участии специалиста. Как лучше подготовиться к сезонной эпидемии гриппа? В преддверии гриппа могу сказать, что все лилейные – лук, чеснок, черемша – очень полезны. А их запах прекрасно отбивают бадьян и мускатный орех. Вообще, пряности давно вошли в арсенал высокоэффективных лекарственных растений. Имбирь горячо рекомендую. Во-первых, он запах чеснока отбивает. Во-вторых, мощно работает в отношении подготовки к встрече с любым повреждающим агентом. Имбирь, в особенности свежий, натертый на терке, можно класть в компот, в чай, куда угодно. Мы сами используем этот прием во время эпидемии, когда пациенты идут заражать нас. А перцы и другие пряности предупреждают кишечные инфекции. Какие пряности вы особенно рекомендуете? Типовой набор – это имбирь, куркума и колган. Не тот, что у нас на болоте растет, а очень острая пряность из семейства имбирных. К имбирным еще относится кардамон – мощное средство для осуществления детоксикационной фитотерапии. В Турции его добавляют в кофе, чтобы сердце не билось от большой дозы кофеина и не повышалось артериальное давление. Среди прочего я рекомендую бадьян, мускатный орех, гвоздику и корицу. Если эти пряности в сухом виде соединить и перемешать, их можно добавлять в глинтвейн, чай, компот, даже в кофе. Но еще я бы рекомендовал в гриппозный сезон принимать коктейль адаптогенов, хотя бы из настоек. Женьшень, пелеутарокок, оралия, заманиха, лимонник, левзея, радиола, пантокрин – они работают. Принимать не каплями, как у нас привыкли, а по чайной ложке коктейля один-два раза в день, не на ночь. Гипертоникам надо подбирать дозу под себя, по самочувствию. Беседовал Александр Герц, 2010 год. В августе 2022 года на 1984 году ушел из жизни талантливый врач, фитотерапевт, профессор, доктор медицинских наук Олег Дмитриевич Барнаулов. Примечание. Николай Васильевич Лазарев, выдающийся советский токсиколог и фармаколог, основатель Ленинградской школы токсикологии, русской школы фитофармакологов, создатель учения о состоянии неспецифической повышенной сопротивляемости организма и концепции адаптогенов, автор раздела фармакологии «Фармакология регенерации», многих глав онкофармакологии, профессор, заслуженный деятель наук, учитель Барнаулова Олега Дмитриевича.